Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Как известно, 2019 год уже подходит к концу, а это означает, что уже в 2020 году, с февраля по апрель месяц, мы будем с вами опять рассчитывать налоги и возвращать какую-то ее часть, либо же, наоборот, доплачивать нехватающую часть налога. Так вот, многие из вас мне начали спрашивать, правда ли, что со справкой резидента можно получать больше ставку у работодателей польских. Поэтому сегодня мы поговорим с вами о справке резидента и нерезидента на территории Польши. Если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Давайте сначала разберемся с вами с понятиями вообще, кто такой резидент и кто такой нерезидент Польши. Как известно, резиденты Польши — это те люди, которые заинтересованы, которые имеют какие-то интересы на территории самой Польши. То есть это означает, что эти люди, например, проживают уже на территории Польши больше 183 дней, либо же имеют свою какую-то деятельность на территории Польши, имеют каких-либо членов семьи польского происхождения и так далее. То есть он тем самым показывает, что он не просто приезжает сюда на заработки, то есть приехал, уехал, а он на постоянном, можно так сказать, месте жительства находится на территории Польши. Это означает, что вы являетесь резидентом. В свою очередь вы платите такие же налоги и страховку, как и поляки. То есть означает, что на следующий год, вы за предыдущий год рассчитываете налоги и получаете ПИД-11 на руки от работодателя, либо же в электронную почту, и на основании него возвращаете налог в ПИД-37. Если мы говорим о нерезидентах, это означают те люди, которые приезжают на территории Польши, меньше, чем 183 дня. То есть если вы находитесь на территории Польши меньше, чем 183 дня, то справку резидента вам не выдаст ужин скорбовый. А это будет означать, что вы подлегаетесь к двойному налогообложению и, к сожалению, вы должны возвращать свои налоги в своей стране. Я не знаю, как в других странах, но что касается Украины, насколько мне известно, это вообще практически невозможно. Я уже нахожусь здесь больше 4 лет, поэтому я, если честно, не знаю, как сейчас действуют налоги на территории Украины, которые были с Польши, то есть оплачены. Поэтому вам нужно будет узнавать именно в своей стране. Если же все-таки так получается, что вы находитесь на территории Польши больше 183 дней, либо же были до этого на территории Польши больше 183 дней, но ваш работодатель не знает, резидент вы, либо же не резидент Польши, то я вам советую два варианта. Либо же, когда вы приезжаете получить сделать временную себе прописку и получить ПЭСЭЛ, тем самым отнести его к работодателю и сказать, что вы являетесь резидентом Польши и хотели бы возвращать налог на территории Польши. И второй вариант – это пойти в ужин скорбовый и получить такую же справку, которая называется «Справка резидента», то есть она подтверждает ваш статус на территории Польши. Такая справка стоит 17 злотых и выдается она в течение 7 дней. После того, когда вы ее получаете на руки, то вам нужно будет отнести эту справку к работодателю, тем самым вы подтверждаете свое пребывание на территории Польши, что вы являетесь резидентом Польши, и тем самым работодатель будет уже платить за вас не двойной налог, а именно так, как он и платит за других людей, то есть как и поляков, то есть 17% вашего налога. И тем самым с февраля месяца по апрель месяц вы должны будете вернуть свой налог, либо же, наоборот, доплатить этот налог за предыдущий год. Для того, чтобы оформить такую справку резидента, то вам понадобится легальное пребывание на территории Польши, то есть это должна быть либо виза, либо карта временного побыта, сталый побыт и так далее. Хотя, в принципе, со сталым побытом и так все понятно, что вы являетесь резидентом Польши. Здесь, наверное, будет больше касаться карты побыта обычного временного, либо же виза. Что касается биометрии, вы можете тоже обратиться с этим документом, но если будет подтверждение того факта, что вы до этого уже пребывали на территории Польши больше 183 дней. Ну а также копия документа о наличии, где вы проживаете, то есть это либо же купли-продажи договор, либо же умовы найму. Помните также, что агентства не имеют права с вас требовать эти справки резидента, либо же нерезидента. Также они не имеют права манипулировать ними вас, можно так грубо сказать. Но еще одним для вас предупреждением могу сказать тот факт, что, например, если те, у кого были НИПы до этого времени, которые не оформляли себе ПЭСЭЛ, то вам лучше всего взять договор на аренду жилья, сходить в ужин, в място и сделать временную прописку. Тем самым вы получаете автоматический ПЭСЭЛ, и при этом у вас возникает, точнее, при этом у вас появляется меньше проблем. Потому что, если у вас до этого времени был НИП, то с 2019, точнее, то с 2020 года, когда вы будете рассчитывать себе ПИТы, к сожалению, НИП не будет подходить. То есть нужно иметь уже ПЭСЭЛ. Чтобы не было никаких проблем, потому что я знаю, что чаще всего люди, например, работают и по каким-то обстоятельствам уезжают в свою страну, а возвращать налог вам все равно нужно, то есть отчитываться за свои налоги. Поэтому, имея ПЭСЭЛ, вы даже имеете право со своей страны вернуть налоги. Единственное, что проблема будет с переводом, в плане того, что переводятся всегда деньги на польскую карточку, но также можно будет написать заявление об ужин скорбовой, прикрепить еще зап-3 форму такую, то есть декларации, где вы укажете свои данные заграничной карточки. Если честно, это больше геморроя, больше проблем, поэтому лучше всего возвращать деньги на свою польскую карточку либо же отправлять курьером под адрес полиционным письмом, например, на кого-то из тех, кто у вас там живет. Если вы, например, уехали, а ваш муж либо жена на территории Польши либо дети находятся, то хотя бы им это, чтобы вернулись деньги. А так, конечно же, смотрите по обстоятельствам, по ситуации, которые с вами происходят. Помните также, что возвращать и отчитываться за налоги – это очень важно. Если вы получаете декларацию ИФТ-1Р либо же ИФТ-1 просто, это означает, что вы двойной налогоплательщик и возвращаете свои налоги в своей стране. Если же вам дают ПИТ-11, то это означает, что вы должны возвращать свои налоги, точнее, рассчитывать свои налоги на территории Польши и возвращать их здесь. Что касается детей, я вас предупрежу один раз, потому что у меня по этому поводу уже было очень много видео по поводу возвратов налогов и по поводу ПИТов и так далее. Так вот, ПИТ-О – это как раз возврат налога на детей, которые проживают на территории Польши. То есть, если ваши дети находятся на территории Украины, и они с вами не проживали за тот период, в который вы рассчитываете налоги, то вы не имеете права вернуть на них деньги. Я знаю, что сейчас посыпятся комментарии, и вы начнете мне говорить, что мы вернули, мы получили, наши дети находятся в нашей стране, а мы тут за них каждый год возвращаем. Помните тот факт, что налоги, документы хранятся 5 лет или 10 лет даже, я уже не помню, если точно, то в любой момент ужин скорбовый может взять ваши документы, еще раз проверить и выслать вам письмо, чтобы вы пришли, подтвердили за тот год, что реально были ваши дети на территории Польши. Если вы этого не подтвердите, то вы можете получить штраф, а также вам придется вернуть всю сумму налога обратно в ужин скорбовый. Поэтому я не знаю, нужно ли вам это. Поэтому лучше с этим не шутить и возвращать на детей, которые проживают на территории Польши, потому что, понятное дело, что и так, и так вы содержите своих детей, если они находятся и за пределами Польши, и на территории Польши, но, к сожалению, закона не миновать и лучше ему подчиняться, потому что неизвестно, что и какой закон вступит через 5-6 лет. Вы же видите, как все меняется с ценами, с налогами. Поэтому, дабы себе не сделать проблемы, лучше отчитывайтесь, как это должно быть, а не смотрите на те примеры ваших там соседей либо же друзей. Что касается PIT Zero, то я думаю, что мы с вами поговорим, наверное, в следующем видео, потому что это отдельная тема, касающаясь студентов, которым до 26 лет, которые не возвращают налоги, либо же возвращают те, которые не брали его в этом году. Что касается 2020 года, то будет у всех автоматически людям, которым еще не было 26 лет, налог не платится. То есть вам будет он возвращаться. Но помните тот факт, что если вы не учитесь и вам, например, 23-22 вы работаете, то, может быть, у вас и будет ставка выше, но не настолько, как брутто-нетто. То есть не так, как если 17 злотых брутто, то 17 злотых нетто, как у студентов. Нет. Не забывайте тот момент, что за вас нужно платить страховку. А это 70-80 грош за каждый час на умове взлицения, например. Вот себе и просчитайте приблизительно вашу ставку нетто, если вам нет еще 26. Понимаете, да, о чем идет речь? Если нет, то мы с вами встретимся уже в следующем видео, поговорим детально о Питзеро. И вы можете задавать свои вопросы под этим видео, я буду понимать, что вас именно интересует. И на основании, отталкиваясь от этих вопросов, я сделаю видео. Спасибо, что сегодня были вместе со мной. Ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok